За то, что я хриплю на всю страну, чтобы доказать, я в колесе не спится, за то, что мне не мется и не спится, за то, что в передачах заграница мое передает блатную историну. Его песни хотя бы раз слышал каждый, а поклонники его творчества живут в разных странах. Традиционно в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого в конце января ценители его стихов и песен собираются, чтобы отдать дань памяти культовой личности советской истории. В Самарской библиотеке номер 8 решили рассказать о Высоцком новому поколению понятным ему языком с помощью мультимедийных технологий. Актеры театра сцены номер 8 на фоне документальной хроники разыгрывали сцены из жизни великого барда. Для молодежи это прежде всего лирический поэт, потому что для них любовь имеет огромное значение. И вот мы в этой постановке таких героев включили, лирических, среди которых любимые его женщины, музы, так называемые, которым он посвящал много стихотворений, и они прозвучат сегодня. Евгений Макаров в театре сцены номер 8 с самого основания. В его копилке образов Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Играть своего кумира Высоцкого для него большая честь делится актер. Читая стихи, он чувствовал знаменитый напор и внутреннюю силу поэта. Вот это вот его, вот эта сила, вот это его переживание, страдания, а я их сейчас проживаю и очень тяжело довольно-таки. Я представляю, насколько ему было. Вот, поэтому, ну, в принципе, я сразу согласился, потому что для меня это честь сыграть такого замечательного, великого человека. В рамках нацпроекта «Культура» первой в Самаре модельной библиотекой стала восьмая. Здесь появилось новое звуковое и световое оборудование, мультимедийные доски и компьютеры с высокоскоростным интернетом. Из классической библиотеки площадка превратилась в место для интеллектуального досуга читателей всех возрастов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров.